приветствую вас давайте мы с вами подумаем сейчас что происходит вообще что происходит например с вашей мамой с вами мой что происходит в вашей личности да значит смотрите мамина мать пишите вы была замужем за тирана он был отчимом моей матери и тиранил ее и мама вышла за тирана который уже тиранил меня то есть начиная с бабушки да по скажем так женской линии поведения а у вас четкий сценарий прослеживается жертв ну я бы наверное даже сказал бы не жертвы а вот знаете такого когда немного безответственная модель поведения да то есть модель поведения где вы как бы не несете за себя ответственность то есть вот сами за себя сами за себя вы ответственности не несете а почему вот вопрос да вопрос почему так происходит что а не ваша мама не несла ответственность за себя да а а не вы за себя ответственности не несете теперь просто подумайте что такое ответственность это личный границ ответственность ответственность это мои личные границы за то что например делаю я за то что например касается меня да и так далее о личные границы в твою очередь это что такое личные границы это это соблюдение соблюдение определенных правил да то есть чтобы соблюдать свои границы нужно понять как со мной можно поступать как со мной можно себя вести а а а как со мной нельзя поступать как со мной нельзя соответственно себя вести знаете какая штука получается получается теперь смотрите вы можете вы можете выставлять границы вы можете сами себе ответить на этот вопрос значит а как со мной можно поступать как со мной нельзя поступать что я позволяю в отношении себя другим людям что я не позволяю в отношении себя другим людям и соответственно почему я не позволяю да в отношении ну в отношении себя другим людям чего чего я позволяю и чего не позволяю вот соответственно не может мне возникнуть вопрос а вопрос такого плана а как определить эти границы на что мне опираться при при их э значит формирование опираться вам нужно на ваши идеалы на ваши ценности если таковые есть если нету то в мире нужно поработать за делом да то есть не доработать спокойненько посмотреть какие культурные ценности какие культурные идеи идеи а которые были например а а ну так или иначе выражены обществом а вас допустим привлекают вам допустим нравится какой-то отклик в душе какую-то вот обратную связь вы чувствуете что вы допустим цените больше всего в людях что вы цените больше всего в значит во взаимодействии с другими людьми вот что вы больше всего цените в себе в себе какие качества вы считаете наиболее ценными ценными опять же для человека что для вас важнее всего на что вы обращаете внимание какие у вас а критерии вот критерии а значит того что вы там обратите внимание на человека или нет то есть подумайте вот постарайтесь подумать на эти темы далее вы можете а в общем то задать логичный вопрос ну а вот как быть мне допустим если вот я границы устанавливаю да а с ними не считают ну вот просто человек с ними не считают вот я вроде бы попыталась границу поставь а человек взял и ее нарушил понимаете в чем дело граница может быть как бы ну двух ступенчатая двух ярусов то есть есть граница внешняя там где вы там где как бы ну вы соприкасаетесь с другими людьми есть граница внутренняя там где вы с людьми не соприкасаетесь там где все зависит исключительно только от вас то есть иными словами иными словами иными словами люди могут во вне во вне во внешней среде нарушать ваши личные границы это как бы их выбор но вы не позволяете им этого делать своим поведением своими значит ну как бы своим отношением к тому как они себя ведут то есть вам нужно просто игнорировать когда кто-то нарушает ваши личные границы а как бы для себя представляя ситуацию так что этому человеку просто либо плевать на вас на ваши границы либо ему плевать либо он просто этот человек не понимает что вам там не знаю что вам неприятно что вам больно может быть что вам тяжело и так далее вот и все и все закройте дверь людям которые не ценят ваши личные границы не пускайте их в слои ну как бы внутренний мир не пускайте их в свое внутреннее пространство да то есть если вы молите значит ну человека как-то осадить допустим ну когда он делает какие-то вещи которые вам не нравятся посадить если не можете ну и ладно хорошо не можете и не надо не надо тогда но дайте понять человеку своим поведением что он пересел черту понимаете это нужно делать не криками не скандалами не ссорами не обвинениями там его в своих проблемах это нужно делать спокойно по-взрослому как бы принимающих вы человека принимаете вы как бы говорите ему что ну я поняла я поняла что ты вот такой я поняла что тобой ничего не поделать я поняла что ну тебя тебя не переделать вот соответственно и я как бы просто ну что ну вот ты такой ладно я тебя таким принимаю что у меня как бы нет выбора то есть я не могу тебя не принять я же вместе с тобой как бы живу да вот но при этом как бы я не буду с тобой вообще как-либо взаимодействовать на твоих условиях да то есть если ты хочешь чтобы мы как взаимодействовали то-то соответственно на моих условиях то есть со мной вот хочешь кричать кричи хочешь там ругаться ругайся хочешь там обвинять меня обвиняй меня в чем-либо вот меня это вообще все мало волну вот я для себя выводы сделал и как бы мне больше ничего не надо особо вот знаете какая штука и дайте человеку задуматься дайте человеку пищу для размышлений знаете вы видите человека из зоны комфорта на это понадобится время да а скорее всего скорее всего скорее всего времени понадобится ну довольно довольно много то есть нельзя естественно обещать что человек вот просто возьмет да и сразу поменяется то есть произойдет там очень быстро нет а вначале человек даже не заметит ничего вначале человек даже не поймет что что-то произошло что что-то случилось и только постепенно когда вы когда и если вы будете своей линии линии вот поведение придерживаться только постепенно до человека будет доходить что что-то я делаю не так что-то не то происходит вот как бы как бы с ну с моим взаимодействием вот с вами например и так далее что-то не так происходит что-то не то что-то неверное что-то подворачивается не так как я хочу как я привыкну будет думать этот человек понимаете вот и соответственно будет что-то менять либо не будет что-то менять это опять же его выбор но если человек не будет ничего менять значит он о вас не думает значит вы ему безразличны стоит ли обращать внимание на того кому вы безразличны это ваш выбор понимаете это ваш выбор теперь что касается мужчин смотрите ну то есть вот мужчины да как бы который вас тиранит и значит ну которого вы ну которого вы не можете распадать значит ну во-первых вы пишите что теперь я влюбилась в тираны но хочу расстаться вот не хочу с ним быть не хочу унижения и страдания и тут же вы переключаетесь на мат вот смотрите вопрос к вам что значит вы влюбились почему стало возможным почему стало возможным почему возможным такой вариант развития отношений у вас почему грубо говоря вы привлекли тирана в своем поведении в своем поведении то есть вот если вы такая например сама неуверенная в себе то ну это нормально что вы привлечете кого тирана того кто будет пользоваться этим того того кто будет как бы использовать это для своих целей для своих там потребностей для подтверждения своего эго и так далее да знаете какая штука то это дело не втирание вас вы себя так преподносите ну допустим людям что внимание как на женщину на вас обращают только тиран потому что вы так себя ведете потому что вы так себя ставите потому что вам комфортно когда кто-то что-то навязывает то есть при смотрите какая штука при всей вашей сопротивляемости вот контролю мамы да и так далее вам это нравится в глубине души выходить этого потому что как бы ну по-другому вы скорее всего не можете не умеете по-другому вы ну скорее всего опять же не умеете просто напросто вот ну вы не умеете по-другому чтобы не быть странным нужно твои границы защищать да как мы уже сказали чтобы не быть странным нужно как бы понимать что для меня хорошо что для меня плохо чтобы не быть странным нужно самостоятельно делать выбор самостоятельно принимать решения ну за себя естественно за себя только вот нести ответственность опять же за себя только то есть не обвиняя других людей да а именно за себя только отвечать нужно вот вот а делаете ли вы это отвечаете ли вы за себя ну вот как вы видите нет потому что не знаете опять же момент да какой что вы не знаете как принимать решение а не знаете как принимать решение потому что вам не начнется опираться при принятии решения не начнется опираться нету каких-то ориентиров а ориентиры это ценности и вот ценность это вам как раз и необходимо найти ну об этом я и собственно пытаюсь вам как бы могу сказать сказать об этом я пытаюсь вам об этом я пытаюсь как бы вам разъяснить об этом я и говорю что ценности нужны для того чтобы самостоятельно принимать решение это поэтому а если вы хотите чтобы ситуация изменилась если вы хотите чтобы ситуация как-то стало ну другой да чтобы ситуация коренным образом поменялась то нужно вам в обязательном порядке работать над своими ориентирами над своими ценностями вот и тогда я думаю ситуация в любом случае будет потихонечку налаживаться потихонечку она будет приходить в норме другое дело что есть обиды у вас другое дело что есть непонимание какое-то есть деструктивное поведение есть невыраженные обиды у вас опять же которые вам нужно будет как-то вот самой именно самой самостоятельно с помощью психолога конечно но самостоятельно реализовать отреагировать отреагировать учиться не накапливать лучше понять например свою бабочку вот значит свою маму может быть лучше понять ну естественно если вам этого как-то вот хочется если не хочется то тогда конечно не надо но без этого без понимания причин поведения вашей например мамы без понимания причин поведения вашей бабочки без понимания причин вообще почему люди так себя ведут вот без понимания этого вряд ли вы сможете как-то выйти из этого круга выйти из этого состояния жертвы вот отслеживайте таким образом старайтесь отслеживать когда вы становитесь жертвой вот старайтесь старайтесь отслеживать этот момент момент и когда вы чувствуете что вы жертва как бы отследить этот момент достаточно просто вам нужно всего лишь навсего спросить себя вот что я делаю значит как бы обвиняю ли я сейчас кого-то да либо либо не обвиняю то есть если я обвиняю кого-то то все вот вот и так да то есть себя нужно одергивать вот в этой конкретной ситуации себя нужно одергивать вот и не отключать себя обвинять кого-либо а спрашивать наоборот что я могу сделать я сама что могу сделать чтобы ситуацию поменять чтобы ситуацию поправить вот что я конкретно могу сделать в этой для себя вот если вы будете позиционировать себя так если вы будете задавать себе этот вопрос так так то я полагаю что ситуация для вас начнет меняться знаете вы сейчас вы сейчас вот своим вопросом вы не делаете лучше себе именно себе лучше вы не делаете потому что вы не выходите из состояния жертвы когда спрашиваете нас о том вот ну что делать и так далее вот вы ничего не меняете в вашей ситуации абсолютно ничего не меняется все остается по-прежнему для того чтобы поменялось растите нужна работа так называемая пауза свободы вот но паузы 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 свободы учат поэтому этому нужно учиться вместе с психологом это такой навык вот который поможет вам ограничивать одно от другого вот на этом все пока надеюсь что помог вам если у вас остались дополнительные вопросы пишите в личку буду рад помочь если вам понравился мой ответ буду благодарен если сделать его лучшим желаю вам всего самого доброго и удачи спасибо 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 спасибо